всем привет меня зовут Ахтем я с Крыма село Зеленогорье кто не знает в эндуро я можно сказать три года до этого первый мой мотоцикл это иж был он был куплен вообще не для эндуро я даже не знал слово такое эндуро это 17 год я купил его чтобы пасти лошадей обычный иж там немножко переделана подвеска передняя вилла все 100 короче я начал по горам ездить на нем и он прикольный на нем можно ездить многие говорят на ежике эндурить невозможно не можно ездить но низкий тяжелый вообще для этого не созданы здесь то здесь совсем другая тема мотоцикл создан для эндуро для начального эндуро конечно не для может золотых гонок но как практика показала он и золотые гонки едет в конце двадцатого года получается я купил двадцатого года к 1 ну это бюджетно просто за сто тысяч я купил этот мотоцикл новый и поехал лошадей пости дальше поездив полгода я решил там на гонку местную съездить до первая гонка на я тогда 6 финишировал в хобби на гонке вообще офигел конечно это какой-то новый мир получается гонка ну это может не всем так интересно кто-то гонку попробую да ну гонка и гонка там тяжело там травмы все такое мне это понравилось это конкуренция это борьба это скилл это сразу ну вообще это жизнь отдельно жизнь всего сколько гонок у меня было порядка около 20 на но если прям все брать официальные неофициальные но самое важное что все гонки финишировал надеюсь здесь не испортим эту статистику прошлом году мне дали мотоцикл местные парни к 1 новый мотоцикл не все в курсе это вот мотоцикл двадцать третьего года спонсорский мотоцикл и фую если честно тема просто шикарно я поехал на сто процентов и доехал я был после травмы во первых мне там перелом был я особо не вкатился для меня было стадион тяжелая там ошибку допустил погнул колесо но вот сейчас будет старт райдера на мотоцикле к к 1 едет в общем-то в жестком классе в самом жестком классе в золоте очень интересно наблюдать уже был старт была техническая проблема сломалось колесо ребят сейчас заменили ему переднее колесо в сборе ну и в общем посмотрим то что в лесу ну грязь это тоже для меня все новое было но я примерно знал на что подписываю все ехалось плюс-минус как бы где-то мы друг другу помогали но там все друг другу помогали многие там высадили свой бензин до середины трека до до заправки в лесу просидел часа полтора с литром бензина у меня бензина хватило всего было 7 финишеров в классе золото весь был прикол поехать на самом бюджетном мотоцикле поехать в золото но это же прикол как бы никто даже местные парни которые давали мотоцикл они говорят ну типа отдадим тебе не обязательно финишер просто это прикол будет такой как бы и после финиша когда я уже финишировал они говорят мы вообще типа ну не ожидали что вообще что ты финишируешь всего всем финишеров я повторюсь это сложнейшая одна из самых сложных гонок было то что из-за погодных условий дождь гонки то наверно как бы во первых показать свой этот как бы были не знаю дело не в скиле даже но это наверно от характера зависит плюс как бы у меня такая местность по горам езжу лошадей гоняют то есть я ездить умею охота показать как я езжу и мне это интересно короче этот соревновательный процесс мне нравятся скалы моя специфика это это экстрим эндура ну мой рельеф это скалы горы максимально экстремальные участки ну там где ходит лошадь там еду я допустим просто бывает спрашивают там лошадь или мотоцикл блин лошадь лошадь сложно для меня в гонках да вот именно если брать гонки это на 1 стадион то что я не езжу лес бревна ну то что здесь в принципе глина это вообще не моё но нет меня приколола я бревна прокачался ну а мы сейчас с вами находимся на самой трудной гонке сто процентов эндуро чек второй раз уже участвовать в самом трудном классе в классе годы то есть не люди едут с огромным опытом многие из них даже мастера спорта кто-то и мастер спорта международного класса весь прикол чтобы соревноваться с райдерами про про уровни вот черняев кунцевич едет да я на этом мотоцикле проехал буквально весь эндуро стадион один из парней я знаю выступают гелижке на 100 процентов эндуро едет в золоте и прошлом году он его финишировал они занимаются с детства а кто я да они заряжены а я как бы с ними ну конечно я не так еду но я не тренируюсь я этим как бы и не живу но мне это интересно просто как бы я по фану в этом году я получается ехал на k2 pro это мне уже rolling moto дала мотоцикл из тюнинга до начнем мотор здесь сток карбюратор сток подвеска сток тюнинга здесь нету ну при покрышки там другие понятно это не сток ну защита двигателя то есть мотоцикл ну гарды успеть можно сказать что это настолько мотоцикле я ехал чем сложнее было для меня не сложнее это гонка чем просто в прошлом году мы морально очень сложно было потому что погода травма как бы неизвестность а в этом году все сошлось а погода класс ну были у меня ошибки конечно да второй день я чуть ошибился но это бывает особенно в начале трека я погнул звезду на этом мотоцикле и мы его в лесу там миша гаврилов организатор он мне помогал и выравнивать миша привет привет всем и как я искал такой камень то есть выровняли ну правда я и шел на пятой позиции после поломки я уже с последнего ну с конца списка я всегда гонял ну по по итогу я финишировал 6 доступная техника здесь что сцепление диски сцепления там 700 рублей на к теме там по двадцатку ну то есть это доступно там можно даже питбайк взять и ездить на нем гонки ну не золото конечно почему нет было бы желание тем более уровень я же говорю уровень пока позволяет ездить ездить на такой технике и золото и ну все глобально это тот же мотоцикл мотор здесь на бигборе если тот шел 250 кубов этот идет 300 кубов ну мотор ощутимо лучше то есть если где тот на 2 бывало уже задыхается да этот еще едет гораздо бодрее ну и того мотором не хватало мне хватает мне многие спрашивают мне хватает понятно что если как на какой-то там 2т сесть и там чересчур много будет мощность вначале гонки ты думаешь об одном в середине ты о другом а в конце совсем вначале зачем она все надо реально ты едешь когда у тебя начинается отдышка когда у тебя все забивают начали все это происходит и ты думаешь зачем что я тут делаю вообще ну как бы я вообще не спортсмен ну как бы я лучше там где-то в горах там лошадей отгоню там офсайн дам а тут на гонке а потом уже где-то через полчаса через час ты уже понимаешь зачем ты здесь что ты делаешь у тебе нужно уже ты когда начинаешь догонять обгонять у тебя уже вот этот азарт и у тебя уже невозможно остановить а через два часа ты через три это уже просто ну машина включается тут в первую очередь наверно финишировать подъемы какие-то нереальные травят и все это мокрое поиска короче справа я честно я даже не могу комментировать я на грани на путь бобра я первый раз в участвую в классе золота как и обычно в принципе теперь мне ниже то и нельзя ездить получается да и мне не интересно я если мне скажут лежатом бронзе или в серебре не ну хоть и там больше шансов попасть на тумбочку но нет не золото все устраившие рассказывает с кем соревновался вот кто у тебя ироновым первый круг чисто с мироновым это было весело и задорно эндуро ну она развивается это очень массовый спорт становится да плане организации ну да есть проблемы многие подстраиваться в гонках чтобы людям легко было финишировать вот им надо чтобы все по приезжали многие финишировали чтобы раздали там эти медальки финишеров это тоже неправильно каждая гонка должна сложнее 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 быть вот черняева я смотрел как бы он тогда вообще был еще такой под стол я тогда как ну эндуро думаю нифига себе он тоже тогда ездил как бы на китайцы ездил на тумбочку для меня прикольно это было ну я как бы вообще не думал что там куда-то поеду когда-то или на кита гонки я вообще даже не думал потом гаврилова я увидел да ну терентьев местный полуместный сам с челябинска катается он там тренирует кроме ну сейчас я уже смотрю конечно джарвиса то я помню то говорю ты ездишь горит как джарвис а то такой джарвис я же не знал даже я еще на и жакеев хвост я вижу не потерял могу мне не я не курвил ничего были подъемы на которых проблемы были начать такой чистый а чисто да там ребята из серебра перепутали думал я их не конкурент начали присылать меня